где она обижает белка дразнится дразнится всем привет вы на канале календарь рыбалова меня зовут алексей сейчас утро третьего дня моего похода буквально недавно вышло солнце был очень красивый рассвет сегодня я хочу попробовать половить на необычную многими забытую рыболовную снасть но для ее постановки мне нужно будет плавь заплыть метров за 100 от берега и при сильной волне это будет не так просто а если так штормит с самого утра то скорее всего днем будет более сильный шторм ветер раздувается поэтому пока я займусь заготовкой материала для навеса летней кухни мне нужны столбы и длинные перемычки которыми я их потом обвяжу и уже после этого более тонкие ветки для того чтобы сделать обрешетку а сверху я хочу положить камыш который растет в прибрежной зоне должно думаю получится неплохо ну и в качестве утренней разминки нужно будет несколько раз забраться на эту гору поисках строительного материала это кривая есть шанс на жареху положу пока здесь на обратном пути главное найти его косуля стоит смотрит на меня как бы в прямом видим прямой видимости стоит не поймет вот пошла не знаю видно ли вам как раз нашел хорошую вроде бы ровненькую бревнышку вот стоит стоя на она сухая полностью побежала побежала там наверно стайка дальше стоит это их разведчик кричит но это похоже липа конечно не долговечна но ровненькая в общем возьму а там видно будет упадет и поломается не прибила нет это тоже не годится будем искать вот неплохая длинная более менее ровная хоть она и старенькая давно здесь лежит уже мхом поросла но это дубовая еще сто лет простоит нужно ножовка у меня ее нет поэтому я хочу найти хотя бы приблизительно в размере не так то просто найти что-то подходящее но кажется вижу вот похоже сухой клинок это будет то что надо ровный и крепкий а и вот еще один здесь даже две хороших пытаюсь его скинуть застрял найти то я нашел пару хороших бревен но без ножовки с ними справиться не могу одно зависла там наверху и пенек тоже еще крепко держится не могу от не ломать прыгал прыгал на нем я не нашел тут пенек на котором оставил гриб пошел другой дорожкой но все равно грибов больше не нашел из-за одного грибочка я думаю жарить не буду если еще попадется то пойду и найду его строительный материал найден но без нужного мне инструмента я не смогу начать строительство навеса хотя сейчас сильный ветер большая волна но я попробую все-таки половить рыбу я думаю что опытные рыболовы уже догадались о какой снасти идет речь я говорил ранее что хочу попробовать половить на снасть которая многими забытая а многие и не знали о ее существовании но это не делает ее менее уловистой чем современные снасти сегодня поговорим о такой снасти как донка с резиновым амортизатором сейчас я по-быстрому соберу эту снасть и чтобы не тратить ваше время сразу отправлюсь ловить рыбу но для тех кого интересуют подробности по ее изготовлению можете посмотреть в конце видео в рубрике совета рыболова поводки я уже связал снасть полностью готова можно отправляться на речку но на речке как я и ожидал такая погодка что нужно быть мастером спорта по плаванию ну или как минимум кмсом чтобы заплыть на сто метров да еще в одной руке с приличным грузом насколько я заметил если утром еще до рассвета будет хотя бы небольшой ветер и волна то скорее всего днем жди шторма очередной раз в этом убеждаюсь ну что немного подожду возможно к вечеру стихнет но если не стихнет буду думать какое-то дополнительное средство чтобы завести груз возможно имея в наличии надувной матрас было бы проще завести груз в реку но это конечно не факт потому что при таком сильном ветре может снести далеко в сторону поэтому я еще немного помыслил и нашел еще два варианта это большое пустое ведро пластиковое которое у меня есть в наличии можно в него погрузить камень он как поплавок будет можно будет его толкать перед собой и дотолкать до места сброса но есть вариант что волну его перевернет но еще один вариант это привязать камень к большой пластиковой баклажке этот вариант мне нравится больше но наверное все равно я все-таки немного подожду в надежде на то что стихия немного успокоится пока я пережидал штурм на реке решил немного подремать чтобы если что попробовать половить ночью но тут звук грома разбудил начался неплохой ливень пришлось быстренько вставать и заносить все что может намокнуть дождик начался серьезный прямо ураган страшно деревья падают крещат опасно даже и на улице опасно и в землянке опасно не дай бог привалит не выберет кто затхал направление ветра поменялось если будет дуть со стороны леса то волна прекратится я наконец-то половлю рыбу я бы ловил и под дождем но камеру нельзя мочить сейчас так жарко с большим удовольствием походил под дождиком немного сполоснулся от зеленой воды немного утихает пойду еще постою под душем ну вот урагана как и не бывало пойду посмотрю что там на водоеме делается но явно уже намного потише не шумит волны уже практически нет потому что я ощущаю легкий ветерок в спину с леса конечно же не будет сильного ветра сквозь деревья вот совсем другое дело можно брать снасть заплывать в воду дерево упало чего ругаешься и так уже все орехи пособирал мне не оставил ничего пропустил я все орехи нет нашел еще один а ну сбрось мне дай орешек отдай орех обижает белка дразнится дразнится ну вот снасть на берегу можно заплывать и сбрасывать груз в нужном месте но для начала еще нужно вырезать ветку в которую будет в расщеп вставляться основная леска и на нее уже будет вешаться сторожок и колокольчик как резко поменялась погода после такого урагана теперь полнейший стиль потому что вот дует мне сейчас прямо в лицо я захожу в лес а сквозь деревья сильно то ветер не подует ну что все готово к заплыву с помощью этой бутылки я облегчу себе работу с доставкой камня вместо сброса привяжу его простым узлом чтобы можно было быстро развязать и скину его в нужном месте совсем не просто было сплавать на такую дистанцию резинка все время тянет назад если бы не баклажка навряд ли бы у меня получилось сейчас немного отдохну я уже поставил варить перловку с трудом разжег костер после дождя думаю она уже как раз доходит скорее бы конечно уже нанизать опарыша и перловку и начать ловить но нужно немного хотя бы почистить эти камышики потому что крючков много и обязательно будутся и обязательно будут зацепы все поводки на месте наживка на крючках сейчас будет первое погружение ну что вот он первый заброс состоялся ожидаю поклевки не терпится уже попробовать половить хотя сейчас мошкара какая-то активировалась после дождя мелкая кусючая болючая прикормка пока остывает поэтому первый раз забросил без прикормки чуть позже схожу переоденусь сниму мокрую одежду одену штаны свитерок и буду готовиться к ночной рыбалки ну вот я готов к ночной рыбалке спальное место готово снасть заброшена освещение прикормка наживка все по местам но готовился я довольно долго с того момента как я пошел переоденусь и принести прикормку прошло уже аж 5 дней почему так получилось сейчас расскажу буквально в прошлом видео я рассказывал что голоданием смог избавиться от зубной боли видимо накаркал залазил когда я пошел переодеваться попил чайку нес прикормку понемногу начал побаливать зуб сначала терпимо я пытался ловить что-то снимать но буквально через полчаса боль невыносимая не хотелось ничего не разговаривать ни рыбачить в общем ситуация не из приятных под утро я все-таки подремал наверное пару часов но утром все равно началась зубная боль снова такая острая саша говорит давай собираться не мучайся пойдем в сторону дома в общем мы в то же утро собрали быстро лагерь я напрямую к стоматологу в общем зуб оказался сложным лечение будет проходить довольно долго и сегодня я прямо с приема от врача еще и под наркозом шел сейчас отошло вроде нормально не болит проверил что тут с резинкой вытащил все было в порядке натянул чтобы там поменять пару поводков потому что они поскручивались и отошел за прикормкой уже поставил я ее варить пошел проверить что там как когда я вернулся увидел что леска прослаблена и вся резинка практически здесь на берегу я не понял что произошло думал что с груз отцепился но вытащив увидел что резинка срезана обракушку в общем пришлось снова искать камень привязывать и заплывать завозить но теперь там часть резинки утрачено поэтому дальность уже совсем не та и на поимку леща шансов стало меньше но надежда есть что может быть ночью он будет более смелый и подойдет поближе к берегу в общем снасть я восстановил хотя дистанция немного уменьшилась но есть надежда на то что ночью подойдет трофейный лещ ночью я подготовился фонарик у меня светит долго кроме того у меня появился еще и новый гаджет вот такой вот powerbank с солнечными панельками я давно искал себе что-то подобное но по отзывам говорили что они не выполняют свою функцию особенно когда просто одна панелька на самом powerbank здесь же есть еще пять дополнительных такие уже я начал тестировать этот powerbank с первого дня похода чтобы уже к концу похода иметь представление о его фактических характеристиках суть теста заключается в сравнении его с моим powerbankом которым я пользовался всегда раньше в нем 20 тысяч миллиампер часов а в этом новом 16 тысяч так вот на моем старом powerbank телефон я свой заряжал примерно два с половиной раза в зависимости от глубины разряда телефона этим же powerbank я уже четыре раза зарядил телефон два раза камеру и один раз фонарик и что самое интересное индикация заряда все еще полная при том что как вы знаете в этом месте солнце после обеда уже прячется за деревья если powerbank у вас полностью заряжен то можно отсоединить эти панели они крепятся на магните очень легко отцепляются вот здесь контакты либо просто свернуть книжечку также есть светодиодный фонарь довольно яркий но с такой емкостью светить он конечно будет очень долго ну естественно разъемы два usb micro usb и тайп си в общем на любые телефоны можно подзарядить зарядить сам powerbank от сети также ну и беспроводная зарядка можно просто класть телефон и он будет заряжаться без проводов я считаю что лично для меня это большая находка потому что мне не нужно будет тягать с собой все свои powerbank и уж тем более большую солнечную панель будет достаточно одного для меня это однозначно фаворит среди товаров компании килнекс под мои условия подходит идеально очень доволен качеством и характеристиками если кому-то интересен такой powerbank ссылку я оставлю в описании ну и буду продолжать ловить рыбу ловить рыбу шип 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 Продолжение следует... Ну вот уже и рассвет. К сожалению, рыба абсолютно не мешала мне спать. Ночь прошла спокойно. Всего лишь один раз зазвенел колокольчик, я вымотал снасть. Крючки были пустые. Видимо, наживку объела мелочь. Чтобы прикормить рыбу при ловле на резинку, существует один довольно интересный способ. Для этого понадобится небольшая миска. В ней я проделал отверстие и привязал леску. Теперь можно в нее погрузить прикормку, в данном случае перловка. Ну а другой край лески мы крепим к одному из крючков. Ну и теперь наш импровизированный кораблик можно доставить в точку лова. Ну и когда миска достигнет точки сброса, нужно резко дернуть за основную леску. Она наберет воду и утонет. И прикормка окажется как раз в районе крючков. Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну вот уже не стыдно домой возвращаться. Стоило хорошенько прикормить и уже подошла достойная рыбка. Вот и красноперка. Клев практически прекратился, поэтому я сейчас докормлю рыбу. И сделать это нужно пока нет сильной волны. Потому что при сильной волне будет переворачивать эту мисочку. Ну а пока рыба будет подходить к прикормке, я заодно и приготовлю себе что-нибудь на завтрак. Субтитры делал DimaTorzok 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 После сильных дождей камешки немного поотскакивали. Но как ни странно, отскочили именно от камней, а не от земли. К земли глина хорошо пристала. Но я буду ремонтировать уже после того, как сделаю навес. Приятного аппетита! После завтрака я поймал всего лишь одну небольшую рыбешку и клевать совсем перестало. Видимо, потому что такая хорошая погодка, как правило, когда для человека погода хорошая, то рыбка отказывается клевать, а когда идет дождь или сильный ветер, тогда и рыба более активна почему-то. Рыба в садке еще живая, но в такой теплой воде она долго не продержится, хотелось бы конечно сделать таранку, тем более одна из подписчиц очень просила так настойчиво, можно сказать даже урожала, чтобы я обязательно показал как я делаю таранку, но в этот раз наверное не получится, потому что улов довольно скромный, а коты мои Найк и Тимофей будут негодовать, если я эту ихнюю рыбу переведу на таранку, поэтому наверное в следующий раз возьму какие-то другие снасти, поэкспериментирую, может быть что-то такое, чтобы половить некрупную рыбу, плотву, я больше люблю делать таранку из плотвы, чем из крупного леща, тем более в такую жару из крупной рыбы довольно сложно сделать таранку, чтобы она не испортилась. Поэтому сейчас буду упаковывать рюкзак и снаряжать железного коня в обратный путь, ну и на этом буду с вами прощаться, всем мира, добра и до встречи в следующем видео. Но не переключайтесь, сейчас будет рубрика советы рыболова, где я расскажу более подробно о такой снасти как донка с резиновым амортизатором. Сегодня поговорим о такой снасти как донка с резиновым амортизатором, сейчас я в двух словах расскажу и покажу как она используется. За один край резинки мы привязываем тяжелый груз и завозим водоем на то расстояние, которое позволяет растянуться резинка, обычно она растягивается, увеличиваясь примерно в 5 раз, поэтому если резинка имеет длину 10 метров, то в растянутом состоянии около 50 метров, получается, что мы можем доставить свои крючки, свою снасть на расстояние около 40 метров. Ну а ко второму краю резинки будет привязана основная леска, довольно толстого диаметра, чтобы она меньше путалась, и на ней будут располагаться поводки. Сколько ставить поводков, это уже ваше личное решение, но я бы сначала посмотрел в правилах рыболовства, сколько можно максимально использовать крючков. Так как водоем, на котором я сейчас нахожусь, активно цветет, и при встречном ветре сюда прибивает огромное количество зелени, и она собирается буквально в толщину и полностью до дна, вода очень зеленая, мутная. Я заходил далеко, метров, наверное, на 40, на 50, нырял, темнота, я такого никогда в жизни не видел, очень активно в этом году цветет вода. В мрак, вообще ничего не видно, я думаю, что и рыба там тоже навредили что-то различает, и скорее всего ей тяжело дышать этой зеленью. Поэтому я хочу сделать резинку максимально длинной, чтобы как можно дальше доставить свои крючки с наживкой. У меня есть один кусок цельный 10 метров, и второй кусок, тут еще два куска по 5 метров примерно, то есть в итоге у меня получается длина резинки 20 метров, и того я примерно смогу ее растянуть на 100 метров, и рабочая дистанция будет от 70 до 80 метров. Ну а вот все материалы, которые понадобятся для изготовления этой снасти. Основная леска 0,5-0,6, поводковая леска 0,25-0,3, тоже довольно толстая, но ловить планирую леща, и крючки довольно крупные, поэтому не помешает запас прочности. Так, крючки, бусинки, я собственно ее делаю из того, что у меня есть, вариантов ее изготовления довольно много. Вот кембрик, это для того, чтобы когда соединять леску с резинкой, чтобы леска не перерезала резинку, вот так в петлю сделается такая петелька из кембрика, чтобы не повредить резинку. Ну и, естественно, сама резинка, так как я хочу завести снасть подальше, то связал несколько резинок, и в итоге у меня получается 20 метров резины. Все делаю по-простому и по-быстрому, соединения все будут петля в петлю, вяжу узел восьмерка на резинке, и на второй такой же узел. Ну и теперь две части резинки соединяем способом петля в петлю. Думаю, все знают, как это делается. Берем край белой резинки и полностью всю продеваем в эту петлю. Чтобы не протягивать все 10 метров, можно вот так растянуть резинку и сделать это немного быстрее. И получается вот такое простое и надежное соединение. Резинка очень легко путается, поэтому стоит ее намотать на какой-то предмет, например, пластиковую бутылку. В общем-то, две петли на краях, это, собственно, и вся манипуляция с резиновой частью. Ну а сейчас займемся креплением груза. В качестве груза я буду использовать вот такой камень, найденный на берегу реки. Я сделал с помощью топора вот такие насечки, потому что будет очень обидно, если в разгар клёва у вас соскочит с него веревка, и придется все заново заплывать и перезабрасывать. Вот так веревка я закрепил груз, а на другом краю веревки завязал такую большую петлю, чтобы, опять же, можно было с резинкой соединиться способом петля в петлю. Для чего такую большую, чтобы можно было продеть весь этот груз. Надо было просто сначала соединиться с резинкой, а потом уже привязывать. Но так тоже не проблема. Основную леску также креплю петля в петлю и тоже делаю большую петельку, чтобы можно было при соединении пропустить сюда катушку. Обычно такую снасть делают на мотовильце деревянном, которая вставляется в землю в месте лова, ну и на ней переносится вся снасть. Но я буду использовать обычную катушку. Но прежде чем завязать петлю на основной леске, следует на нее нанизать то количество бусинок, сколько будет у вас крючков. В моем случае их будет 7, потому что это мое любимое число. Ну а главное, это разрешенное к использованию количество крючков. Ну и теперь продеваю леску в кембрик и завязываю достаточно большую петлю, чтобы в нее могла пройти катушка. Дальше от петли я отступаю около метра, плюс-минус 10 сантиметров. И вяжу обыкновенный одинарный узел. Это для того, чтобы ограничить передвижение первой бусинки, там где у нас будет первый поводок. После того, как связали один узел, подвигаем бусинку и вяжем второй, примерно около сантиметра от первого. Это будет ограничивать бусинку, а на ней будет также петля в петлю крепиться поводок. Поводки будут длиной около 25 сантиметров, поэтому расстояние между узелками с бусинками буду делать сантиметров 60-70, чтобы, если они пойдут навстречу друг другу, они могли перецепиться между собой. Из-за того, что основная леска большого диаметра, она не так путается и, кроме того, не теряет прочности на узлах. Вот вторая бусинка готова, остальное все делаем по аналогии. Когда все бусинки уже на месте, сматываем снасть на катушку или на мотовильце, и можно сказать, что она полностью готова. Остается сделать поводки с крючками и закрепить ее к резинке. Поводки будем ставить на место уже после того, как завезем груз, и вся снасть уже будет в рабочем положении, чтобы они не мешались, не цеплялись. Сейчас пока можно все смотать на бобину. Ну и теперь соединяем с резинкой. Вот специально такая большая петелька, чтобы катушка без проблем прошла. Вот такое соединение получается. Крючки ради эксперимента буду использовать разных цветов, красные и черные. Они из тонкой проволоки, примерно одинакового размера. Толстую проволоку, как и вот эти карповые крючки, я использовать не буду, потому что ловить буду целенаправленно леща. Ну вот снасть на берегу, можно заплывать и сбрасывать груз в нужном месте. Но для начала еще нужно вырезать ветку, в которую будет в расщеп вставляться основная леска, и на нее уже будет вешаться сторожок и колокольчик. На одну из веток я одел пластиковую бутылку с намотанной резинкой, и по мере того, как я буду отплывать, будет по-немногу сходить с нее. Ну что, все готово к заплыву. С помощью этой бутылки я облегчу себе работу с доставкой камня вместо сброса. Привяжу его простым узлом, чтобы можно было быстро развязать, и скину его в нужном месте. Не просто было так сплавать. Еле доплыл, если б баклажка не уверен бы. Все снасть отрегулирована. Вот такой сторожок повесил. При поклевке рыба будет тянуть, и по сторожку будет видно. И вот только теперь можно выматывать и крепить поводки с крючками. Я вымотал полностью всю леску, и вот началась вставка с бусинками для поводков. Вот здесь на ветке, также с помощью петли, я закрепил основную леску. И теперь мне будет удобно закрепить поводки, и в процессе ловли менять и насаживать наживку. Все поводки на месте, наживка на крючках, сейчас будет первое погружение. Чтобы прикормить рыбу при ловле на резинку, существует один довольно интересный способ. Для этого понадобится небольшая миска, в ней я проделал отверстие и привязал леску. Теперь можно в нее погрузить прикормку, в данном случае перловка. Ну а другой край лески мы крепим к одному из крючков. Ну и теперь наш импровизированный кораблик можно доставить в точку лова. Ну и когда миска достигнет точки сброса, нужно резко дернуть за основную леску. Она наберет воду и утонет. И прикормка окажется как раз в районе крючков. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот уже не стыдно домой возвращаться. Ну и на этом я заканчиваю свою рыбалку, хотя и улов достаточно скромный, но я думаю, что это не из-за того, что снасть не рабочая, просто бывают дни на рыбалке, когда рыба отказывается клевать. Я считаю, что на рыбалку нужно ездить не за рыбой, а за удовольствием, полученным от проведенного времени на природе. Вот и сегодня я получил огромное удовольствие от того, что вспомнил, как 30 лет назад ловил на такую же снасть небольших карасиков в пруду. Что касается самой снасти, она довольно интересная и уловистая, но нужно соблюдать несколько условий для того, чтобы успешно на нее ловить. Первое, это не должно быть острой ракушки в районе резиновой ее части, потому что возможен срез резинки. Ну и второе, нужно хорошенько очистить место ловли от подводных водорослей. Поэтому ходите на рыбалку и их поймаете. Всем не хвостань чешуи. До встречи в следующих видео. Пока-пока.